Каждый месяц образуется зловонный ручей. На улице Тропинина нечистоты из выгребной ямы уже льются через край. По словам местных жителей, откачивали её в последний раз в начале января. Пользуются этой ямой как минимум пять домов. Это примерно 200 квартир. Жильцов много. Всё это скапливается и потом течёт к дому. В управляющую компанию жаловались. Буквально в четверг звонили им по поводу того, что опять яма переполнена, опять бежит. Они сказали, что у них сломана машина. Ожидайте, возможно, завтра откачают. Ну и вот каждый день завтра, 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 завтра. Эта лужа скоро уже около дома будет и не пройдёшь. Ну неудобно ходить, но тут же видно, вообще неудобно подходить. Сейчас начнёт таять, тут вообще в чём ходить и как подходить туда. А в туалет вообще невозможно подойти. Ну новый туалет поставили, но стоит он новый. А туда-то войти невозможно. Там тоже не убирается. Вообще не убирается, конечно. Раньше эти дома обслуживала организация «Эталон-С». Но год назад под управление взяла компания «Сантехсервис». И, казалось бы, проблемы должны решиться. Но, увы. В общей сложности люди терпят эти нечистоты уже больше 10 лет. Вопросы есть и с туалетом. Новый построили в 2018 году. Туалет вообще отдельная история. Построили, как я обращался в «Сантехсервис», они сказали, они построили с какими-то ошибками, с недоработками. Просто заливает яму и всё, она наполняется, и всё, там нет места для откачки. Он построен с какими-то ошибками. Чтобы выяснить, почему не откачивают нечистоты, мы отправились в управляющую компанию. Когда собственники обращались, по телефону было разъяснение того, что на данный момент произошла проблема в поломке транспорта, и откачка не производилась. Но сейчас сотрудники нашей компании выйдут на место, посмотрят, для того, чтобы устранить все проблемы. А ещё у нас существует, конечно, такая проблема в первую очередь. У нас забивается шулевая яма. То есть, когда у нас существует яма для жидких бытовых отходов, собственники, когда выливают отходы, они не сортируют. То есть, в яму у нас попадает весь бытовой мусор, который только возможно. Поэтому ещё возникают такие проблемы. Представители управляющей организации пообещали устранить проблему в ближайшие дни. С одном Ирденеев, Валерия Каратуева, Константин Гармаев. Новости дня.